Дмитрий Ильич, здравствуйте. Здравствуйте, Василий Владимирович. Сегодня 24 мая. Ровно три месяца как началась эта кровавая бойня. Полномасштабное, широкомасштабное вторжение Российской Федерации. Да, восемь лет идет война. Но вот так крупно и кроваво зашел Путин со своими палачами ровно три месяца назад. Вы ожидали, что война будет долгосрочной или краткосрочной? Какие у Вас были мысли в тот день? Как надолго? В тот день у меня мыслей было очень мало. Я сохранял спокойствие, насколько это было возможно. Очень трезво действовал, четко, конкретно. Первый ролик записал через 15 минут после начала российской агрессии. Первый ролик на Ютьюбе и в Инстаграме. Я не предполагал, сколько эта война продлится. Я не знаю и сейчас, сколько она продлится. И это не скажет Вам никто. Ни один человек в мире сегодня не знает, когда закончится война и с какими потерями для Украины. Но я думаю, что эта война надолго, к сожалению. Как бы мне этого не хотелось. Сколько проделась война в Грузии, Дмитрий Ильич, в 2008 году? Она быстро закончилась. Да, буквально, да. Чуть больше недели. А почему так? Почему вот чуть больше недели в Грузии и вот уже больше трех месяцев в Украине? У Грузии территория маленькая относительно Украины. И там как бы был понятен компромисс. Грузия отдает территорию Южной Осетии. В общем-то войска Путина останавливаются. И тогда путинские войска и путинская дипломатия не были еще такими, как сегодня. Не только кровожадными, но и более-менее мощными. Сегодня ситуация другая. Я вообще призываю всех не поддаваться шапкозакидательским настроениям. Мне приходится часто видеть на просторах интернета и Ютуба, что вот, да мы сейчас, да мы их. Нет, ребята, это далеко еще от того, что мы сейчас и мы их. Но мы их обязательно, Дмитрий. Мы их обязательно, но не сейчас. У нас нет еще оружия, которое нам необходимо полного спектра. У нас много погибших. У нас много попавших в плен. Огромные цифры только по Мариуполю. Вы меня извините. Насколько я понимаю, сколько человек в Мариуполе в плену сейчас? Вот последний заход. Три с половиной тысячи, да? Ну там назывались разные цифры. Там вот двух, триста и выше. Ну, по-моему, не хочу врать. Три с половиной сейчас сдались. И 1267, если памятник не изменяет, перед этим морпехи. Поэтому, извините, 4700, грубо, только в Мариуполе попавших в плен. А сколько погибших еще? Нам очень тяжело. Украина истекает кровью, я бы сказал. И, конечно, нам очень нужно сегодня, как никогда нужно западное оружие. Как никогда. И быстрее. Проанонсировал министр обороны Алексей Резников по результатам встречи в Рамштайне, второй встречи, Рамштайн-2, так называемой, что поедет скоро в Украину оружие. Ну, мы слышим, скоро-скоро, время идет. Нам нужно быстрее. Я бы сказал, что, как мне кажется, я бы пригласил в Украину частные военные компании, стран НАТО, сражаться на стороне Украины. Россия же приглашает и сирийцев, и ливийцев, и кого так угодно. Всякий сброс со всего мира везет. Я бы привез бы сегодня, пригласил бы в Украину сражаться на нашей стороне крупнейшие частные военные компании Соединенных Штатов, Израиля, Великобритании и так далее. То есть стран, где есть эти частные военные компании, которые могли бы вместе с нашими ребятами бороться за свободу Украины. Я бы еще предпринял ряд шагов, но я о них не хочу говорить вслух. Кому надо, я об этом сказал. Недавно, буквально несколько дней назад, Украина попрощалась с Леонидом Макаровичем, первым президентом независимой Украины. Вы были дружны с Леонидом Макаровичем. Несколько слов о нем. Ну, Леонид Макарович Кравчук – это первый президент независимой Украины. Это уже звучит гордо и это красиво. Леонид Макарович – человек, который участвовал в развале этого ложного, лживого человека, ненавистнического объединения под названием Советский Союз. То есть, мало того, именно Кравчук сыграл решающую роль в том, чтобы Советский Союз распался. Леонид Макарович был красивым человеком, символом всего украинского, добрым, душевным, нежным, трогательным, мудрым. Он оказал огромное воздействие, влияние на меня. Я ему очень благодарен за это. Я очень много попытался взять из наших долгих многочасовых бесед в течение долгих 27 лет. Мы, кстати, сделали огромное количество интервью с ним, видеоинтервью, я не знаю, наверное, 10, если не больше. И время, проведенное с ним вообще, вне интервью, за столом компании, оно неоценимо, потому что мудрость, этот опыт Леонида Макаровича впечатляющий был. Мы могли с ним сидеть за столом, 6 часов не вставая. 6 часов. Несколько раз так и было. Вот просто говорить о жизни, обо всем. Он был замечательный собеседник, он был очень такой сконцентрированно умный человек. Бывало уже там 11-12 ночи, мы сидим у нас дома. Он говорит, ну, треба уже идти. Но еще трошки посидим. Я очень скорблю с того приводу, что Леонида Макаровича больше знаний нема. Я счастлив, что мне удалось быть на похоронах и попрощаться с ним. Это веха в историю Украины. Замечательный человек. Символ всего украинского и символ Украины. Еще один ваш друг, который временно, временно не с нами, ни в Киеве, ни в Украине. Это Михаил Саакашвили. Мы про Грузию заговорили. Что знаете о нем? Потому что много домыслов было о том, что его переводили в больницу или не переводили, что он тоже кто-то писал в критическом состоянии. У вас есть свежая информация? Как Михаил Николаевич чувствует себя сейчас? Я поддерживаю связь с Михаилом Саакашвили. Я не хотел бы давать какие-то подробности. Ему очень тяжело, ему очень плохо. На его состояние накладывается то, что происходит сегодня в Украине. И я хотел бы еще раз обратиться ко всему миру с просьбой посодействовать скорейшему возвращению Михаила Саакашвили в Украину. Гражданина Украины Михаила Саакашвили в Украину. Я вспоминаю одна из последних встреч с Леонидом Макаровичем Кравчуком. У нас дома была как раз присутствие Михаила Саакашвили. Вот за столом было два президента. И это был настолько увлекательный, настолько хороший разговор, замечательный. Ну, что вы. Это люди эпохи. Мы ждем возвращения Михаила Николаевича в Украину. Желаем ему крепкого здоровья. Ну, а вот раз уж мы проводили, вспоминали войну в Грузии, мы же сейчас выверли про Абхазию, Южную Осетию, что там произошла потеря территории. Украина не сдаст ни сантиметра своей земли. Это было артикулировано президентом и другими высокопоставленными чиновниками. Главная наша задача и победа в войне это освобождение всех территорий, которые сейчас временно оккупированы. Каким мы понимаем военным путем и военные действия идут сейчас, ужесточенные на востоке Украины. Каким вы видите сценарий освобождения Крыма? Я понимаю, что это тяжелый вопрос, но о нем надо думать заранее. Этот вопрос отнюдь не тяжелый, он совершенно легкий. Я считаю, что сегодня нам нужно говорить прежде всего об освобождении украинских территорий, захваченных после 24 февраля этого года. Это первый этап. Второй этап дальнейшее освобождение Донбасса. Третий этап освобождения Крыма. Идти сегодня в Крым укрепленный с ядерным оружием бессмысленно нам, потому что мы потеряем тысячи украинских патриотов, украинских воинов. Это неоправданный риск. Крым, на мой взгляд, падет вследствие, российский Крым, падет вследствие ухода из жизни или от политической деятельности Владимира Путина. и второй вариант следующий из первого это развал России как государства. Я уверен, что мы с вами это увидим. Это может произойти буквально завтра, а может чуть позже. Это процесс, который не поддается какому-либо прогнозу. Но то, что это будет, я в этом уверен абсолютно. Невозможно, чтобы Крым оставался частью России. Это невозможно. Я вам скажу больше. И Курильские острова не будут оставаться частью России. И Сахалин, и Калининградская область, и Карелия. Там много частей в России, которые перестанут быть ее частями в скором будущем. Я в этом уверен. Хорошо. Тогда уже упомянуты Абхазия, Осетия и тоже Приднестровье. Какое будущее ждет их? Да, вообще Приднестровье это Молдова, Абхазия, Южная Осетия, это Грузия. Вот как только этого подонка не станет в Кремле по разным причинам, они могут быть разными, но все вернется на круги своя, и Россия конец настанет, как государство. Я тоже, я в этом уверен абсолютно. Это государство, построенное на зле, не может держаться. Этот цемент долго не держится, он раскрашится обязательно. Поэтому я думаю, что и Грузия дождется своего часа, и Молдова обязательно. Вот как по вторникам, Дмитрий Ильич, мы встречаемся с вами, правда, виртуально, чуть ли не каждую неделю встречаются Путин и Лукашенко. Извините за такое сравнение, я лишь регулярность хотел привести в пример. Почему и зачем? Вот вчера они встречались в Сочи, до этого они встречались в рамках ОДКБ, тоже буквально недавно. Для чего вот эти частые рандеву, что хочет донести один другому на этих персональных встречах? Как у нас в детстве говорили, два брата-акробата, один хуй, другой лопата. Вот это про них. Они встречаются, Лукашенко, может, и не хотел бы с ним встречаться, но он встречается, потому что Путин требует от него любви, послушания, того, чего требовал, помните, Коля Остенбакин от подруги моего детства Инги Зайонс, почти по классике. Так, и что, Путин требует от него любви, а Лукашенко не дает? Лукашенко не дает любви в полном объеме. Лукашенко виляет, крутит, вертит. Лукашенко очень хитрый, по-мужицки такой хитрый человек, который хочет и рыбку съесть, и кое-куда сесть. Пока рыбку съесть у него не получается, но и садиться плотно тоже не выходит. Поэтому он между здесь и между там крутится, пытается найти себя между Путиным и цивилизованным Западом, потому что цель у Лукашенко одна – удержаться у власти. Других целей у Лукашенко нет, не существует. Власть – вот его главная цель. Поэтому он и Путину подмигивает, и Западу подмигивает, такой готов подмигнуть всем. почему в полном объеме западные страны не применяют сам? Извините, я их эту пару, двоих этих, Путина и Лукашенко, я их ненавижу, самой большой и острой физиологической ненавистью, которой только могу ненавидеть. Я не думал, что даже способен на такую ненависть. ненавижу одного и второго за все, что они сделали для моей страны, за эту кровь, за эти слезы, за эти страдания миллионов ни в чем не повинных людей, два этих безумца, подонка просто. Ненавижу их обоих, чтобы они сдохли вместе в один день и быстрее. Я все-таки попробую задать вопрос. В России сейчас набирает обороты такой банковский туризм, когда россияне едут в Беларусь оформлять банковские карты. Виза, мастер-карт, потому что там их еще выдают. Так вот, в чем мой вопрос был. Почему западные страны не применяют санкции в полной мере к Беларуси, поскольку это тот же режим, тот же диктаторский, непризнанные выборы, открыл территорию для атаки Украины, для российской армии. Почему Лукашенко делает вид, что он на полшишечки в этой войне. Поэтому и санкции давайте тоже через одну. Кстати, россияне в Казахстане ездят открывать и банковские карты, и компании, между прочим. Казахстан очень сильно помогает, насколько я знаю, россиянам обходить санкции. Но это проза. И, кстати, в Казахстане возмущены этим фактом и депутаты местные, и население возмущено фактом поддержки русских хоть как-нибудь. Поэтому я думаю, что эта лавочка скоро закроется. Казахстанцы, друзья Украины, близкий нам народ, мы очень любим казахов, казахстанцев. Что касается карточек в Беларуси и санкции, которые не до конца работают против Беларуси, я думаю, что Запад оставляет Лукашенко щелочку. Узенькую, но щелочку. Куда тут может юркнуть в конце концов. Но он такой, я не удивлюсь, если завтра Лукашенко скажет, что Путин вообще непонятно кто, и пытался использовать Беларусь, но мы сопротивлялись, и мы не пошли у него на поводу. Никаких уступок не было Путину, и все, и мы наоборот помогли еще Украине. Вы не представляете, что могло быть. Ну, такой хитрый человек, мерзавец. Искандеры подтягивает он ближе к границе с Украиной. Для чего? Вот все-таки это такой кивок Путину, что я, тоже что-то делаю, или это действительно подготовка к военным действиям? Первое, это может быть подготовка для ударов по городам Украины. Второе, это отвлечение внимания вооруженных сил Украины на границу с Белоруссией, вместо того, чтобы отвлечься больше на Донбасс. То есть, они создают с Путиным несколько таких зон, откуда может пойти атака на Украину, для того, чтобы Украина не знала, куда больше войск направлять. Ну, это война. А на войне все средства хороши. Проведем еще одну параллель. В Молдове задержан экс-президент Додон. В Украине службы безопасности публикуют материалы и видео с Виктором Медведчуком, который рассказывает о своем сотрудничестве с экс-президентом Порошенко. Попрошу ваш комментарий и той, и той истории, и главное, чем, во что разовьются и чем закончатся эти истории. По Додону, Василий Владимирович, года два, наверное, я у вас на эфирах очень часто говорил о том, что Додон является агентом влияния России, что это человек Путина. Ну, мы же об этом сколько говорили, помните? Да, неоднократно, много-много раз. Я об этом говорил публично, называл фамилии. Сегодня пришло время, когда Молдова при поддержке Запада наконец может сделать такой шаг, как арест Додона. Пойти на такой шаг. Вот они и пошли на этот шаг. Я думаю, что будет все доказано, тем более есть записи соответствующие, насколько мне известно, и передачи денег Додона, русских денег, и деятельности Додона, которая коррелировалась с Россией. То есть, здесь вопросов никаких нет. Что касается Медведчука, Порошенко, сколько лет у вас на эфирах, я об этом говорил, Василий Владимирович. Тоже неоднократно, тоже много. Тоже неоднократно ничего нового. Вот, для меня нет. Знаете, все сбывается, о чем я говорю заранее. Ну, у нас все-таки страна цивилизованная, мы имеем суды, поэтому мы будем наблюдать, что будет в судах показано, что будет доказано, будем с вами наблюдать. Обменяют ли Медведчука в Россию, отдадут? Я не знаю. Думаю, что скорее да. Но думаю, что Путин, он глубоко противен, потому что, во-первых, он тырил деньги, которые Путин выделял на лояльность украинцев к России. А, во-вторых, ну, ведет себя как-то, сдает подельников нехорошо тоже. Не ровен час и про Путина что-то расскажет. А, насколько я знаю, он говорит много. Поэтому трудно мне сказать. С одной стороны, Путин хочет показать всем, что своих не бросает, а с другой стороны, думаю, презирает Медведчука просто как человека, который не оправдал его надежды. Ну, вы говорили, что он Януковича презирал, но, тем не менее, же вытащил, его забрал. Это другой забор был. Януковича он не просто вытащил, он его спугнул и забрал, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, чтобы показать, что Украина без президента, без власти, свергли законного президента, и мы теперь заходим и берем то, что хотим. Ну, там история была легитимной, нелегитимной, он писал обращение, письмо, помочь Путину, значит, ввести войска. Помните, это же история, там, где в ООН этим письмом легитимной. Я помню номер старый 95-го квартала, они показывали, Янукович, я президент легитимной. Какой легитимной? А, легитимной. Вот, вот он президент легитимной. Так, ну все, свершилось. То квартал показывает Гордона, то Гордон цитирует квартал. Все. Значит, круг замкнулся. По ситуации в России мы видим и слышим по перехватам, как эти солдаты там готовы на самострелы, лишь бы не погибнуть, понимая высок риск той мясорубки, в которую их бросают. А вот, что касается высоких чинов российских генералов, начала появляться информация, что они, дескать, покидают территорию России, что некоторые там хотят получить какое-то политическое убежище в странах западного мира. Насколько правдива эта история на ваш взгляд? Василий Владимирович, не могу комментировать то, чего не знают Достоменко. Но хочу вам сказать, что я не удивлюсь, если это будет происходить, потому что, слушайте, многие генералы годами, десятилетиями тырили российскую армию, имеют огромные деньги за границей, билы и так далее. Ну что же, сколько им еще смотреть на развал России, на санкции, которые включает Запад, они думают же прежде, первое, о чем они думают, это не Россия, а их деньги. Давайте вот сразу поймем это. И многие украинские деятели думают прежде всего о своих деньгах, а не об Украине. И многие российские деятели думают прежде всего о своих деньгах, а не о России. Поэтому явно кто-то будет и убегать, явно кто-то будет предлагать Западу свои услуги, как люди, имеющие что сказать, но и солдаты явно будут стрелять себе в ноги и будут сбегать с поля боя, но я хочу, чтобы это нас не расслабляло. В России очень много генералов и херова туча солдат. Россия никогда не считала ни солдат, ни танки, ничего. Надо вперед. Поэтому самострелы сделают одни, на их место придут другие. У них там этих орков очень много, как муравьев у нас в лесах. И я думаю, что это нас не должно расслаблять. Мы должны понимать, что имеем дело с очень сильным, коварным врагом, который не может по определению, я имею в виду Путина, а пойти назад. Если он только сдастся, что-то отступит где-то, он сразу потеряет свою власть в России. Там признают пахана сильного. Слабый пахан уже не пахан. Дмитрий Ильич, хроники последних лет. Ковид-19, мы два года жили в масках, делали тесты, делали вакцинацию. Потом началась полномасштабная война в феврале этого года. Сейчас, ну она и продолжается, но параллельно с этим в мире рассказывают уже об обезьяне и оспе. Еще одно испытание, которому нас готовят. Дмитрий Ильич, что дальше? Прилетят инопланетяне, зомби-апокалипсис, метеорит летит в сторону Земли. Мы замерзем, как динозавры. Что происходит с планетой? Василий Владимирович, у нас с вами в жизни было очень много хорошего. Прекрасное детство. Как вы грустно сказали, было. Прекрасное детство, замечательная юность. Нам есть что вспомнить. Я хочу, чтобы моим детям тоже было что вспомнить, Дмитрий. Это мой краткий ответ на ваш вопрос. И чтобы моим детям, нашим всем детям, детям Украины, всем мира. Я фаталист. Я фаталист, Василий Владимирович. Ну, ковид так ковид. Война так война. Оспа так оспа. Ну что? Мы уже многое видели. Нас уже многим не испугаешь. Ну, хотел бы похихикать над обезьян не оспой. Но пытался в свое время похихикать над ковидом. Потом оказалось все очень серьезно. Думал очередное, втирают нам что-то. Но нет. Поэтому, что сказать? Жизнь готовит нам испытания. Наше дело преодолеть их счастье. Как думаете, западный мир, насколько готов полностью отказаться от любых товаров, услуг со стороны Российской Федерации? Мы видим, как со скрипом идет история с эмбарго на нефть. Потому как то мы видим заявление о Венгрии. Потом заявление, что вроде как и без Венгрии Европейский союз готов на эмбарго. А потом следующее заявление, что да нет, все-таки должно быть сплоченное решение Европы. Что происходит? Почему, вот опять же, и вашим, и нашим? Вы знаете, Василий, я хочу сказать, что мы опять-таки должны быть честны. А раз честны, то давайте скажем себе следующее. Каждый западный лидер, он лидер не Украины, а своей страны. И, восходя на главный, первый, самый большой пост в этой стране, он присягал на верность своему народу и, соответственно, должен заботиться об интересах своего народа. В западных странах очень сильно стали повышаться цены на бензин, на все остальное. Сейчас из-за того, что не смогут вывезти зерно из Украины, так как надо было бы повыситься цены на еду, начнется инфляция, может начаться безработица. И вот что должен говорить западный лидер своему народу? А ему же в спину дышит кто? Оппозиция. А оппозиция говорит, вы посмотрите, при нем что происходит. У нас растут цены, инфляция, безработица. У нас нет уверенности в завтрашнем дне. Это плохие руководители. Придем мы, и будет все иначе. Поэтому каждому западному лидеру приходится думать не об Украине в первую очередь, как нам бы того хотелось, а о своем народе и о своем политическом будущем. Поэтому все очень сложно. Кроме того, накапливается усталость от Украины. К сожалению. К сожалению. Уже. Слушайте, огромное количество беженцев, которым надо платить. Беженцам же платят в ряде стран, вы знаете. В Германии, например. Платят деньги немецкое правительство. А это значит немецкие налогоплательщики. Кроме того, проскакивают то тут, то там свидетельства о фактах коррупции в Украине. Например, на гуманитарной помощи. Служба безопасности Украины повязала уже немало людей, высокопоставленных, замеченных в краже гуманитарной помощи и последовавшей после этого нажима. Дмитрий Ильич, я, кстати, если можно, скажу 30 секунд по этому поводу. Я считаю, что с этим нужно бороться нещадно. Но максимально тихо. Объясню почему. Объясню почему. Потому что каждое такое дело, оно ставит под сомнение, под удар всю волонтерскую деятельность. И люди, которые переводят или переводили раньше деньги, начинают бояться, дойдут ли вот те деньги, которые я там перевожу. Понимаете? Поэтому я считаю, что наказывать нужно максимально строго, прям по всем условиям военного времени, но стараться делать это максимально тихо, чтобы не навредить процессу. Не могу ничего здесь сказать, но я понимаю нашу службу безопасности, которая берется по личным этих негодяев и показывает. И я бы, наверное, делал то же самое. Их сажать надо. Их надо показывать, их рожи на всю страну, на весь мир. Смотрите, у нас во время войны нашлись люди, которые наживаются на горе других людей. Это страшная история. Поэтому вот я кратко обрисовал вам причины, по которым Запад не может достичь единого мнения в том, как ему дальше жить с Россией. К сожалению. Про Украину еще хочу успеть спросить. Дмитрий Ильич, что будет с курсом гривны? Я думаю, что курс гривни достигнет отметки 50, а может 60, а может 70. Это война, это разрушенная экономика, разрушенная инфраструктура. Смотрите, кто наполняет... Ну, достигнет, но откатится назад. Мы помним просто, когда было событие 2013-2014 года. Давайте порассуждаем вслух. Кто давал нам валюту Украине? Руда. Что происходит с заводами Ильича и Азовсталь? Да, разрушены. Их нет. То есть руда, все. И аграрное производство, аграрная промышленность. А что происходит с аварами? Да, порты с блокзаводами сделаны. Откуда взяться в валюте? В стране. Поэтому, исходя из этого, я прогнозирую и 50, и 60, и 70, хоть 100. Дмитрий Ильич, но в валюте есть откуда взяться. Международные Штаты подписывают финансовую помощь. И среди этих 40 миллиардов, я боюсь ошибиться, то ли 9, то ли сколько-то, на восстановление экономики. 19 миллиардов нам в помощи подписывает Европейский Союз. То есть, в принципе... Василий Владимирович, экономика не работает и не может работать во время войны. Потому что удар по нефтеперерабатывающему заводу и нет завода. Удар по элеватору и нет элеватора. Они же что делают? Они целенаправленно... У них хватает для этого говна этих ракет. Они целенаправленно разрушают украинскую инфраструктуру. Целенаправленно. Они никуда не торопятся. Понимаете? И пока у нас нет оружия, чтобы мы могли начать разрушать их инфраструктуру, чего бы я хотел, я уже говорил об этом неоднократно. Куда долетит, я не призываю нас бомбить мирных жителей российских. Нет. Я не Путин, который бомбит мирных украинцев. Но бомбить аэродромы российские, откуда взлетают самолеты, бомбить нефтеперерабатывающие заводы, склады с оружием, с топливом, да сам Бог велел. Крымский мост разбомбить, это вообще счастьем было бы. Кибине и фене. Извините за выражение. Да ничего. До, вот, в несколько месяцев назад мы неоднократно в студиях поднимали вопрос, и вы приводили как чудесную инвестицию покупку недвижимости и сдачу ее в аренду. Сейчас, что будет в Украине с рынком недвижимости, с рынком аренды? Как это будет развиваться и происходить? Пока мы не победим российскую агрессию Путина, пока у мира и у инвесторов не будет уверенности в том, что больше на украинскую территорию не будет осуществляться вооруженных нападений, о рынке недвижимости можно забыть. Но не только о нем, обо всем можно забыть, пока не будет мира и понимания, что этот мир навсегда. Вот, когда наступит мир и будет ясно, что все, мы не ждем опасности, ну тогда сразу инвесторы со всего мира в гости к нам. Тогда бум инвестиционный, тогда бум на недвижимость, тогда цены взлетят, все будет отлично. Но пока этого нет и пока это не предвидится. Хочу вам сказать еще раз, вот долой шапка закидательские настроения. Это надолго и нам надо запастись терпением. Дмитрий Ильич, надолго, это что? Вот все-таки в вашем понимании долго. Это год, это два, это пять, это восемь. Нет ответа у меня на этот вопрос. Это покажи Путин. Нет ответа на этот вопрос. Вы знаете, завтра, к примеру, Украина наносит удар по Красной площади, когда Путин там выступает, и все решается завтра. А послезавтра, может, что-то другое произойдет. Мы же не знаем. Это дорога вслепую, которую мы преодолеваем с большими потерями для Украины. Будем не забывать об этом тоже. Дмитрий Ильич, ну как Украина может бить по Красной площади? Там же лежит Ленин, который, по версию Путина, Украину и придумал. Ну, что же мы за люди такие? Я вспомнил старую песню. Ленин всегда живой. Ленин всегда со мной.